Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы обсудить крайне значимую и многоплановую тему обеспечения национальной безопасности и наших экономических интересов на начальном этапе нашего членства, полномасштабного членства во Всемирной торговой организации. Очевидно и то, что вступление в ВТО не означает отказ от политики поддержки национальной экономики. И вместе с тем здесь потребуются более сложные, более гибкие инструменты регулирования, включая широкое применение защитных, компенсационных и антидемпинговых мер. Тем более, что наш бизнес нередко жалуется на излишнюю длительность процедур и нерешительность уполномоченных структур по принятию защитных шагов. И здесь нам, конечно, можно и нужно поучиться у так называемых «старожилов» Всемирной торговой организации. Они действуют очень изощренно и ничего не нарушают. Мы должны понимать, что первоначальный этап работы в рамках ВТО потребует серьезной адаптации нашей экономики и к новому уровню конкуренции, и к более высокой степени открытости нашего национального рынка. Из-за кризисных тенденций на глобальных рынках усилились риски, связанные со взятыми нами на себя обязательствами. Прежде всего, это касается обязательств по снижению импортных пошлин на ряд товаров. А мы отстаивали, безусловно, будем отстаивать интересы наших производителей. Так поступают практически все наши партнеры, все страны, и Евросоюзы, и Штатов, и другие страны ВТО, члены ВТО. И мы, в свою очередь, должны выработать комплекс долгосрочных мер, направленных на поддержку ключевых отраслей экономики. Причём такие меры должны быть приняты как на федеральном, так и на региональном уровне. Вступление России в ВТО требует совершенствования работы всех ведомств экономического блока, как я уже говорил, нового качества нашей экономической дипломатии. Задача российских торговых представительств – чётко отслеживать ситуацию на внешних рынках, сигнализировать о недружественных действиях в отношении отечественных компаний. В свою очередь, Минокомнаторазвитие, Минпромторг, Министерство иностранных дел должны принимать меры по устранению дискриминационных санкций в отношении наших производителей, включая широкое применение защитных, компенсационных и антидемпинговых мер. Тем более, что наш бизнес нередко жалуется на излишнюю длительность процедур и нерешительность уполномоченных ток, потребует серьёзной адаптации нашей экономики и к новому уровню конкуренции, и к более высокой степени открытости на участие в ВТО. Кстати, именно наша эффективная политика в сфере привлечения инвестиций может частично компенсировать негативное снижение импортных пошлин на ряд товаров. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить и думаю, что вы понимали, что наши партнёры по многим позициям отступили, идя нам навстречу, именно понимая, так как и мы, эти обстоятельства, стараясь гарантированно выйти на наши рынки. Мы сознательно пошли на эти риски. И в целом хочу отметить...